Вопрос, где взять 1 миллион долларов. Вот сейчас на слайде вы видите, где можно получить капитал в 1 миллион долларов. То есть нового ничего не придумано, ребят. Или вы, получается, инвестируете длительный промежуток времени, 25 лет, с низкой нормой прибыли. То есть в районе 15% годовых. То есть если вы 25 лет начнете с 1000 долларов на старте и ежемесячно будете доносить по 100 долларов в месяц, 500 долларов на Новый год и 1000 долларов на день рождения, то в этом случае за 25 лет с доходностью 10% годовых у вас будет 286 тысяч долларов. С доходностью 15% годовых будет 280 тысяч долларов. С доходностью 20% годовых через 25 лет будет капитал в 1,6 миллиона долларов. Я специально выделил область, в которой происходит формирование капитала. Опять-таки или более высокая норма прибыли и более короткий промежуток времени. То есть за 15 лет с доходностью 30% годовых вы заработаете 650 тысяч долларов. За 20 лет это будет капитал в 2,5 миллиона рублей. За 20 лет с доходностью 25% годовых капитал будет 1,261 тысячи. С доходностью 20% чистой через 25 лет будет капитал в 1,7 миллиона. Что хочется сказать? Хочется сказать, что вы работаете с более высокой нормой прибыли. То есть возникает вопрос, где взять доходность 20-25% годовых, правильно? Если вы хотите безрисковую доходность, безрисковой доходности нет даже в дивидендных аристократах американских компаний. То есть здесь нужно быть готовым к тому, что безрисковой доходности действительно не бывает. Но я вам показал пример, что на длительном промежутке времени даже доходность в районе 12-15-20% позволяет сформировать капитал в миллион долларов. И мы про это говорим. Давайте я вам, соответственно, покажу, как у меня работает система, то есть как она реализована с октября 2018 года. Что такое октябрь 2018 года? Для понимания, ребята, ситуации. Даже в декабре 2018 года никто не мог сказать, что будет в 2019, что будет в 2020 году. И уж понятно, никто не задумывался тогда о коронавирусе. Что будет с экономикой, что будут локдауны, что все будут ходить в масках. И в октябре 2018 года я не знал, что будет завтра. Но у меня была система. Согласно этой системе я формировал капитал. Очень простым принципом. Это 1000 долларов в начале, 100 долларов каждый месяц. Я беру курс на момент инвестирования в валюте и рублевый эквивалент инвестирую в акции российских компаний. То есть в настоящий момент, еще раз, что такое 2018 год, октябрь месяц? В декабре 2018 года фондовые рынки упали. Американский рынок падал, российский рынок падал. В феврале, марте, апреле все рынки падали. То есть падали на 30 процентов. Отдельные акции теряли в цене 50-60 процентов стоимости. Круизные компании, нефтяные компании вообще теряли в капитализации 70-80 процентов, авиаперевозчики в том числе. То есть это уже все прошло. Но есть система. И согласно этой системе, по принципу этой системы осуществляются инвестиции. И в настоящий момент эти инвестиции имеют доходность 26,7 процентов средней годовой доходности в рублях. То есть там за два года, за два года 65 процентов абсолютной доходности. При этом, если посмотреть на графике, вы сейчас видите, то есть есть сервис, можете его использовать для себя, для учета своих собственных инвестиций. Он у меня тоже учитывается, Intel Invest, где вот видно, что инвестируется. Вот они 1000 долларов вложились, вот они инвестиции по 100 долларов каждый месяц. Их как бы видно. Вот на Новый год в январе 2019 года проинвестировано, вот на день рождения проинвестировано 1000 долларов. Соответственно, вот в январе 2020 года проинвестировано 500 долларов, вот 1000 долларов проинвестировано в июле 2020 года. То есть можно видеть на схеме. Синий график – это, соответственно, стоимость всего портфеля, а черный график – это суммарная прибыль по портфелю. Что здесь можно видеть, даже в кризисном периоде апреля 2020 года, март-апрель месяц, можно видеть, что нет, чудес не было, рынки падали, я не говорю, что я там супер гурую, и это всегда стабильная доходность. Был провал, вся прибыль была съедена буквально за полтора месяца, но при этом дальше портфель себя вел достаточно комфортно, и он преодолел, несмотря на то, что российский фондовый рынок еще не восстановился к тем уровням, с которых он упал с уровня 2020 года, доходность портфеля при этом восстановилась, то есть начисленные дивиденды, стоимость акций, золото, соответственно, поддержало, то есть здесь можно видеть, что суммарная прибыль портфеля, вот каким образом она непосредственно выглядит. Давайте, соответственно, сейчас люди говорят, что в Intel Invest можно нарисовать все, что угодно, вот скрин из личного кабинета, то есть можно видеть, соответственно, что это мой собственный счет, на котором открыты субсчета для каждого из ребенка, всего детей трое, 701, 702, 703 оканчиваются счета, можно видеть, что опять-таки это не просто простое заявление, не рисованные картинки, это мои собственные инвестиции, то есть видно, что это Петров Максим Витальевич, и можно видеть, что доходность к средним активам составляет 34,8%. Немножко по-другому здесь учитывается, здесь учитывается доходность к средним активам, да, то есть я не сразу завел все там 500 тысяч рублей, да, я их заводил постепенно, поэтапно. О чем это говорит? Это говорит о том, что каждый момент времени, когда я осуществляю до внесения, в средняя доходность, которая размещается, она размещается там в районе 30%, то есть это то, что есть по счету каждого из моих детей. Сказать, что это много, не сказать, сказать, что это мало, тоже не сказать, то есть это, если говорить о результатах, то меня они более чем устраивают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok